Всем привет! А мы едем... Друзья, а едем мы в Арат. Вы знаете, где такой город, который называется Арат? Я думаю, что многие из вас знают, и я знаю. Вот смотрите, какая дорога. Трасса в Румынии. Разрешенная 130. Тридцать. Горы. Горы. Очень красиво. Едем в Арат. Просто очень интересно, где этот город. Вы знаете, кстати говоря, что, когда вы едете по трассе, очень мало бензоколонок. И так как у нас газ, подъезжаем мы к бензоколонке. Потому что газ закончился, надо заполнять. Ну, бензин был. Мы же не дураки, правильно? Мы в Болгарии все заправили. Полный бак бензина. И... Кончился газ. Подъезжаем. Написано, газ. Практически чуть ли не... В полтора раза дороже, чем в Болгарии. Ну, что делать? Бесплатный сет торгов в мышеловке, к сожалению. Ну, мы въезжаем на бензоколонку. А колонки газа нет. Очень интересно. И где газ? Ну, я захожу в эту бензоколонку. Подхожу к этим девочкам. Ну, как вы думаете, ну, на каком языке мне с ними говорить? Ну, я говорю, газ где? Сори. С лиха. Извиняйте. Excuse me. Ну, после excuse me они меня поняли и сказали, иди за бензоколонку. Я говорю, один? Она говорит, а кого тебе еще нужно? Я говорю, а кто ж газ-то заполнит? Она говорит, а-а-а-а. Сейчас. И, в общем, мы пошли в обход бензоколонки. Там уже стоял человек. Заправщик. Ну, подъехали на машине к большому-большому баку. Он говорит, ну, открывай этот, как его, где у тебя газ? Я говорю, да вон сзади. Он говорит, ну, открой. Я говорю, не, ты открой. Он загрустил. Ну, понял, что надо работать. Открыл. Ну, все нормально. В итоге, друзья, суть той басни такова. Если написано газ на бензоколонке, то он там есть. Но, скорее всего, с обратной стороны. Да, вот так. Кстати, очень вкусный кофе. Раза в два дороже, чем в Болгарии практически, в полтора. Но вкусный. Ну, вот, в принципе, как бы едем. Смотрите. Трасса. Светка гонит. 140. Да. Нет, ребят, если честно, очень хорошая дорога. Это трасса А1 в Румынии. Качество дороги отличное. Нечего сказать. Инфраструктура хорошее. Тоже нечего сказать пока что. Поэтому ну, неплохо. Вот, смотрите, горы, закат. Ехать нам еще до Арада. Ну, в принципе, как до Мертвого моря. Километров до Сашкелона. Еще 180 километров. Надеюсь, в Араде будет не жарко. Сейчас найдем там какую-нибудь гостиницу, когда подъедем. Переночуем. Я обязательно вам сфотографирую, что это Арад, чтобы вы не думали, что я вру. Ну, вот отличные виды. Достаточно чисто. И вы понимаете, что на самом деле радует это четкие разделительные полосы. Иногда вот, когда едешь по этой дороге долго, заедем мы по ней долго, мне кажется, что я еду в Хайв. потому что если читать на указателях, когда они далеко, то может показаться, что там написано на еврите, но оказывается, что там, в общем-то, на английском. Достаточно все понятно. Достаточно все понятно. Навигатор ведет хорошо. Слава Богу, что не говорит с нами по-румынски. А что это? 120. А, негодяи. Они ограничили нам скорость до 120. Просто нет. Виды красивые. Виды красивые. Мы проезжали роскошное озеро, роскошные горы. Нам показали речку, куда приходят медведи ловить рыбу, черные, бурые, румынские медведи. Вы думаете, это шутка? А вы придите на эту речку сами вечерком. Там даже указатель есть с медведем, честно вам говорю. Треугольник такой. И нарисован медведь. Правда, у него в руке рыбки нет. Вот. Ну, трасса отличная. Вот видите, как хорошо, когда есть два водителя. Вот, смотрите, указатель. Марат. Видели? Видели? Вот так. Так что на Мертвое море мы, может быть, сегодня и доедем, в принципе. во сне. Грузовики ездят по правилам, не обгоняют, не сигналят нам никуда, как у нас в Израиле нам сигналят грузовики. Здесь такого нет. А, кстати, встали в пробку. Представьте себе, в воскресенье в Румынии ремонтируют дороги. Нормальный ход, да? Там было таких четыре дырки, что, наверное, туда кто-то провалился. И в итоге они пропускали одну сторону, потом пропускали другую. Но где-то 20 минут, 25 это заняло. Закат, смотрите, вот он, роскошный закат. Ну, но самое интересное, никто не сигналировал. Люди стояли спокойно и практически не выходили из машин. Из машин вышел только я. Ждали все медведя. Да. Все смотрели на речку и ждали медведя. А я присмотрела трактор. Да, Света присмотрела трактор, но это короткое видео было. После этого был спор серьезный и ругань. Каток или трактор. Каток или трактор. Так что, друзья, нормально едем, красиво, спокойно. Сейчас я пересажусь за руль. Надо Светлане отдохнуть, попить кофе, водички. С Арада будет отдельное видео. Я не смогу такое пропустить. Я его потом в другой Арад пошлю, это видео, в их гостинице, в Араде, чтобы они увидели, какие хорошие гостиницы в нормальном Араде, вы понимаете? О, елки-палки, химический реактор. или атомы. Не-не-не-не. А вон там, смотрите, ой. Нет, это не Хадера. И не Хайфа, друзья. Это Румания. Да. Это Румания. Это Румания, говорим. Нормально все. Заканчиваем. Сейчас будет пересадка. Смена, так сказать, поп на сиденье. Самолет прибыл. Да. Будем искать, где это. И видите, кстати, очень удобно, очень удобно, что, к сожалению, в Болгарии не везде есть большая полоса, где можно остановиться, там, не знаю, сделать свои какие-то дела, что не запрещено. Но это можно. И отдохнуть. Нет островков здесь. Потому что на трассе островок невозможен. Это опасно. Вот. Так что, хорошего вечера.